Покаяние как ложная основа для спасения Очень большой акцент в проповедях ставится на том, что нужно выйти к кафедре и покаяться Здесь именно не уверование, а покаяние Если уверование невозможно без объекта веры, без Иисуса Христа То для покаяния Иисус Христос не обязательно Например, призыв самого известного евангелиста и проповедника, члена совета церквей, звучал так Друзья, неужели вы хотите каяться на могилке своей матери? При этом он рассказывал историю, когда он был атеистом И только тогда, когда мать умерла, он раскаялся о своих грехах на ее могилке При этом звучит песня о могилке матери Главная идея – разжалобить и надавить на чувство вины, объяснить человеку, что он сделал плохо Может быть, это не всем понятно, чем уверование отличается от покаяния Но это другая тема Это похоже на то, как православные ставят свечку, чтобы замолить грехи Тут, конечно, не возразят, что православные идут после этого и снова грешат А вот отделенные после того, как раскаются и выйдут к кафедре, не делают грехов И вообще стараются сохранить себя в чистоте Но на самом-то деле мы понимаем, что это не так Что все люди после своего покаяния идут и возвращаются на прежние пути Они снова грешат грехами Таким образом, они каются без истинного понимания своей греховной природы Они каются в прегрешениях, но они не осознают того, что они по своей сути грешники Они не осознают, что и в момент покаяния настолько же грешники, как и в момент самого страшного греха И хотя они постоянно проповедуют о грехе, но не понимают, что это такое Для них грех – это проступок, но не болезнь, которая генерирует эти поступки Они действительно верят, что после покаяния становятся чистыми в онтологическом плане Поэтому Иисус, который необходим для уверования, для покаяния не обязателен Им достаточно назвать проступки и тем самым призвать к покаянию Слушаетесь ли вы родителей? Это для детей призыв звучит Слушаете ли вы мирскую музыку? Это призыв к покаянию для молодежи Носите ли вы ежедневно косынку? Это призыв для покаяния для семейных Можно сказать, что для покаяния подошли бы рассказы Льва Толстого, который называют совестью России Иисус вообще не обязательно Но обязательно регламентация вот этого пути братства Скажу даже больше, что были молодежные общения, на которых призывали к покаянию через обличение в грехе мастурбации Когда проповедник вышел, и он никак не мог раскачать эту толпу, чтобы она вышла вперед И тогда он решил надавить на чувство вины Братья и сестры, скажите, а вы мастурбируете? И тут молодежь повалила вперед каяться Вообще покаяние связано с этим специфическим образом жизни в МСЦ и ХБ Отсутствие косметики Отсутствие мирской музыки Обязательно нужно петь устаревшие песни Они уже давно согласны с тем, что Иисус спаситель, что они грешны Просто им сложно жить вот этой МСЦшной жизнью Этим неким специфическим образом жизни Поэтому для них покаяние означает начать жить вот этой скучной и какой-то очень странной жизнью Для них уверовать означает перестать смотреть фильмы Отказаться от косметики, от секса с предохранением, от мирской музыки Начать одевать косынку и жить вот этим образом жизни Покаяние в МСЦ и ХБ это такое извращенное понятие И это выявляет еще такой термин, как обновление покаяния Вот понимаете, вот обновить уверование невозможно Вере можно расти А вот обновлять ее из раза в раз с молодежного на молодежный Ее невозможно А покаяние можно обновлять каждый раз Можно каждый раз обновлять, что ты попользовался косметикой И раскаяться в этом Но ведь это же не есть обретение спасения Конечно, в этом во всем очень важна эмоциональность Эмоциональный накал Когда проповедник давит на чувства слушающих Это уже многие осуждают в МСЦ и ХБ Потому что на самом деле это покаяние не работает Но потом снова все скатывается на старые рельсы Так как без покаяния уже в МСЦ и ХБ И не могут провести ни молодежная, ни какую-нибудь конференцию И после этого этим людям объявляют, что они спасены Теперь вы понимаете, какая во всем этом происходит неразбериха Субтитры создавал DimaTorzok